МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На выборах губернатора Московской области уверенную победу одержал действующий глава региона Андрей Воробьев. Результаты выборов прокомментировал глава Одинцовского округа, секретарь местного отделения Единой России Андрей Иванов. Такой высокий результат более 83% голосов – итог той работы, которую губернатор вместе с командой ведет на протяжении уже 10 лет. Новые школы, детские сады и больницы, дороги и развязки, парки и набережные – люди видят перемены и по достоинству их оценивают, – подчеркнул руководитель муниципалитета. Мособл избирком подвел итоги выборов губернатора Московской области. Уверенную победу одержал кандидат от Единой России Андрей Воробьев. Первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина отметила успехи, которых добивается партия в масштабах всей страны. «Единая Россия получила на всех уровнях выборов квалифицированное большинство. Это две трети, которые позволяют партии принимать любые решения на уровне региона и его столицы», – отметила парламентарий. Результаты выборов губернатора Московской области прокомментировал руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Одинцовского округа Вячеслав Киреев. «Наш регион всегда славился и продолжает славиться своим прогрессом. По многим показателям мы – лидеры среди субъектов страны. Качественные перемены к лучшему стали возможны благодаря профессионализму команды, которую возглавляет Андрей Воробьев. Это результат многолетней кропотливой работы, которая будет продолжена», – отметил Вячеслав Киреев. Итоги выборов губернатора Подмосковья прокомментировал депутат Окружного совета депутатов от «Единой России» директор Захаровского дома культуры Владимир Веницкий. «На протяжении трех выборных дней я посещал избирательные участки, общался с комиссиями и наблюдателями. Выборы были организованы максимально корректно и профессионально. Особый интерес вызвало дистанционное электронное голосование. Почти 400 тысяч жителей региона воспользовались новым форматом. Процедура голосования совершенствуется и становится более комфортной для избирателей», – вычеркнул Владимир Веницкий.